Всем привет! Сегодня очередной выпуск про КХЛ на нашем канале. Я озвучу результаты этой недели про последние матчи, которые прошли сегодня и вчера. Расскажу поподробнее, а после посмотрим таблицу и Галеодоров. Начну с понедельника. Салават Юлай в этот день благодаря дублю Хартикайнена обыграл Московская Динамо по вертайме 3-2. Акбар с Минска Динамо 3-1. Нефтехимик с Ка 1-3. 5 ноября Амур переграл Кунь-Лунь 2-1. В этот день Майкинен ушел с поста главного тренера команды. Ранее, напомню, несколько дней назад он ушел с поста главного менеджера Кунь-Лунь. Вместо него назначили американца Бобби Карпентера. Далее, Сибирь уступила Металлургу 1-2. Авангард Автомобилист 2-1. Борис Трактор 4-3. Югра Лада 3-4. Торпеда Слован 4-1. Северсталь уступает Йокериту 2-3. Спартак Витязю 2-6. И Рижская Динамо также уступает ССК 0-1. Шестого сошлись первые команды конфедерации. СКА в вертайме обыгрывает Акбарс 2-3. И выигрывает свою десятую игру. Нефтехимик переигрывает Минская Динамо 2-3. И Локомотив в вертайме Сочи 2-1. 7 декабря прошли такие игры. Кунлунь без Майка Кинона все равно уступает на тот раз Адмиралу 4-2. В этой игре Владимир Ткачев набрал 3 очка. Дважды отметился шайбами и точным пасом. Его клуб вторую игру к ряду выиграл. В октябре последний раз играли клубы. И тогда дважды выиграл Адмирал. И оба раза в серии булитов. Авангард Лада также 4-2. Йонас Аннелев набрал в игре 2 очка, забив Ладе и отдав голевую передачу. За последние 6 игр Лада уступила уже в 4-й раз. А на выезде команда в 7 последних матчах 6 раз получала фиаско. Югра уступает Автомобилисту 0-4. Все 4 шайбы гости провели во втором периоде. Три из которых реализовали благодаря большинству. Эту игру посетило 2000 зрителей. Это был 12-й в подряд матч, в котором уступила Югра. Команда на востоке последняя, но таблицу посмотрим чуть позже. А вот Автомобилист за последние свои 5 игр 4 раза выиграл. Торпеда отгружает также 4 шайбы, обыграв Витязь 4-1. Витязь до этого в 3-х матчах к ряду выигрывал. Торпеда реализовала в игре 2 большинства. Иван Захарчук поучаствовал в 3-х шайбах своего клуба и набрал соответственно 3 очка. В сентябре Торпеда также выиграла, но скромнее 1-0. Северсталь и Слован затянули на двоих 8 шайб. В этой игре оба клуба реализовали 2 большинства. У Северстали Кагарлицкий набрал 3 очка, дважды забив в игре. Также дубль и у Рыбина. Их команда 5-3 выиграла. Кстати, Дмитрий Кагарлицкий сыграет на матче всех звезд в Астане в середине января. Спартак ЦСКА 0-4. 9 тысяч зрителей присутствовало на игре. ЦСКА выигрывает свою 10-ю к ряду игру. Причем клуб в начале декабря уже выигрывал 4-0 у Амура. Спартак за последние 5 матчей четвертый раз уступает. 19-летний форвард Спартака Илья Талалуев стал лучшим новичком прошедшей недели. В трех матчах он забросил 2 шайбы. Но про Спартак я еще расскажу, как дойдем до расписания следующих матчей. И последняя игра этого дня. Йокерит Московская Динамо 0-1. Из четырех последних матчей Йокерит уже в третьем уступает. В августе играли последний раз эти клубы. Динамо тогда выиграло 2-1 по булитам. Йокерит последний раз выигрывал у Динамо 2 года назад. И в пятницу 8 декабря прошло всего лишь две игры. Но какие? Акбарс вновь уступает, на этот раз Локомотиву 1-4. Одну из шайб забил Данил Апальков. Кстати, он был признан лучшим форвардом прошедшей 15-й недели. Его клуб уже шестую игру к ряду выигрывает. А вот Акбарс во второй раз уступает. Причем команда пять последних матчей провела дома и в четырех из них уступила. Сочи играла с клубом СКА и до третьего периода держалась ничья 1-1. Но хоккеисты Сочи смогли выиграть у СКА вновь, на этот раз 2-1. Напомню, что в октябре Сочи также выиграла у СКА 2-3 в овертайме. У СКА, как мы узнали в начале видео, была 10-матчевая выигрышная серия вподряд. Но тем не менее, клуб все равно уже в плей-офф. Ковальчук в этой игре закинул свою 27-ю шайбу в сезоне. Расписание ближайших матчей на вашем экране. На этой неделе осталось сыграть еще 9 и 10 декабря. Итак, в субботу сыграют Амур Адмирал, Трактор Борис, Автомобилист Авангард, Металлург Сибирь, Торпедо Йокерит, Северсталь, Витязь. В этот же день еще играет «Нефтехимик» и «Динамо Москва». Хоккейст «Нефтехимика» Олег Пиганович был признан лучшим защитником прошедшей недели. Далее сыграют еще два «Динамо» Минская и Рижская. «Спартак» в ретро-матче играет со «Слованом». Игра будет посвящена дню рождению клуба и пройдет в стиле 80-х. Это будет уже третий ретро-матч, который проведут «Спартачи». Десятого пройдет лишь один матч «Салават Юлаев» играет с «Локомотивом». Лучший вратарь прошедшей недели «Бернс Кривенс» из «Салавата Юлаева». И таблица на вашем экране. На западе у СК 107 очков. ССК набирает 90, у Йокерита 80, четвертый «Локомотив» 75. Пятый торпедо 68, шестое «Динамо Москва» 62 очка. У Сочи 60, у двух клубов по 58 – это «Спартак» и «Северсталь». Минская «Динамо» имеет 50, у «Витязя» 48, у «Слово» на 40, и у «Рижского» «Динамо» 29. Таблица восточной конференции. У «Акбарса» 73, второй «Нефтехимик» 70, на одну очку отстает «Автомобилист». Четвертый «Авангард» 66, у «Металлурга» 65, шестой «Борис» 60, седьмой «Трактор» 59, у «Салават Юлаева» 58, девятый «Амур» 54, десятая «Сибирь» 50. Кстати, Владимир Юрзинов-младший стал главным тренером Сибири, а бывший тренер этого клуба Павел Зубнов останется в тренерском штабе новосибирцев. Кстати, последним клубом Юрзинова-младшего был именно «Кунь-Лунь». Собственно, за Сибирью идет «Кунь-Лунь» 45 очков, у «Адмирала» 42, у «Лады» 35, у «Югры» 28. Ну и нужно узнать еще про список лучших «Галеодоров». У Ильи Ковальчука 49 очков по системе «Гол» плюс «Пас», конечно же. У Линдена ВС 47, у «Гусева» 46, у «Найджела Доуса» 45. Доус закинул больше всех, 31 шайбу, Ковальчук 27, Толванин и Ткачев по 17, у «Гусева» 16. Из следующего ролика узнайте расписание Кубка Первого канала, который пройдет в середине декабря. Также в этом ролике будут итоги Кубка Корьяла. Узнайте также и про последние результаты в НХЛ. На этом пока что все, спасибо за просмотр, пока!